В годы Великой Отечественной войны в НИИ хлебопекарной промышленности была создана уникальная рецептура хлеба. Правда ли, что все-таки нет какой-то одной универсальной рецептуры и что настолько быстро менялись события, что каждый день приходилось ученым выдумывать новые рецепты? Ну, начну сначала. Разработки все эти велись в Центральной лаборатории Ленинградского треста хлебопечения. И вот в этой лаборатории трудились наши сотрудники, потом сотрудники Санкт-Петербургского филиала нашего института. Это Плотников Павел Михайлович, Княгиничев Михаил Иванович, Шмидт Зинаида Ивановна и Шутов Модест Аркадьевич. Блокада началась 8 сентября 1941 года и было понятно, что продовольствие закончится и нужно будет в какой-то период чем-то кормить население. И было принято решение, что основным продуктом будет ржаной хлеб из обойной муки. Но так как запасы обойной муки тоже были ограничены, то есть периодически обойную муку, ржаную обойную муку заменяли какими-то другими ингредиентами. Это была мука и кукурузная, и овсяная, и, может быть, гречневая. То есть те запасы, которые были в Ленинграде, они все были использованы для приготовления хлеба. То есть вначале это различные виды муки, потом начали использовать шрот, соевый шрот, ну или жмых подсолнечника, других каких-то культур. Даже жмых кокоса использовался никогда в рецептуру блокадного хлеба не входили опилки. То есть это миф, никогда опилки не входили. Просто если говорить о жмыхе подсолнечника, то там включение до оболочек семечек. И даже если мы сегодня посмотрим на те образцы, которые выпечены сейчас уже в нашем институте, то там вот эти включения тоже есть. Конечно же одной рецептуры, учитывая, что менялось сырье, одной рецептуры блокадного хлеба нет. Это было множество различных рецептур. И наши ученые, они подрабатывали как рецептуры, то есть меняли, корректировали рецептуры в зависимости от наличия какого-то сырья. Так и подрабатывали технологии. Потому что использование нетрадиционного какого-то сырья, оно изменяет и свойства теста, и качество хлеба. И задача технологов было все равно получить качественный хлеб. Поэтому изменялись режимы приготовления, режимы брожения теста, продолжительность выпечки, температура выпечки. То есть необходимо все это было корректировать. И в общем-то наши ученые с этим справлялись. Более того, хлеб тогда готовился на закваске, как и сейчас ржавной хлеб готовился на закваске. И на чистых культурах, которые уже тогда, на тот момент были выделены из заквасок спонтанного брожения. И уже вот в этой лаборатории хранились чистые культуры молочнокислых бактерий, дрожжей, которые можно было бы использовать для приготовления блокадного хлеба. Лаборатория эта работала на казарменном положении. То есть люди работали и жили в этой лаборатории. И когда ненадолго их отпускали домой, вот по воспоминаниям дочки Зинаиды Ивановны Шмидт, Афанасьевой Ольги Вальдемаровны, которая до сих пор жива и которая прекрасно тоже дает интервью и рассказывает об этом периоде. Ей было 6 лет на момент начала блокады. Потом она кадровый работник нашего института. И Зинаида Ивановна до конца жизни работала в институте. И потом Ольга Вальдемаровна по стопам своей мамы. Она также работала в нашем институте. И вот она рассказывала, что Зинаида Ивановна приносила пробирки. То есть она приносила домой, прятала их, чтобы они не замерзли. Она прятала их на теле, пробирки с чистыми культурами микроорганизмов. Для того, чтобы если лаборатории вдруг разбомбят, чтобы сохранить вот эти вот чистые культуры молочнокислых бактерий. Для того, чтобы возобновить закваски и не остановилось производство хлеба. То есть ученые, собственно, занимались созданием рецептуры в условиях бомбардировок постоянных. Конечно, Ленинград бомбили, причем регулярно. Такой с немецкой точностью в одно и то же время бомбили. И это позволяло как-то подстроиться жителям блокадного Ленинграда под ритм бомбежек. Какие-то свои вопросы решать. Ну, разработано было множество рецептур. И Плотниковым они были объединены в сборник рецептур блокадного хлеба. Этот сборник сохранился, он дошел до нашего времени. И сегодня по одной из рецептур из этого сборника мы выпекаем блокадный хлеб по заказу различных общественных организаций. Когда мы проводим акции памяти, посвященные снятию блокады или вообще вот этой тематике блокадной. Плюс мы проводим экскурсии. И вот здесь вот как раз килограммовая буханка вот этого блокадного хлеба по одной из рецептур и разделена на 125 грамм. Вот таких вот частей было 8. 8 частей входило в состав вот одного килограмма. То есть это 8 жизней. Сегодня мы выпекаем этот хлеб для экскурсий, которые проводим и в Санкт-Петербургском филиале, и в нашем институте, которые посвящены или Дню Победы, или снятию блокады Ленинграда. Для того, чтобы привлечь внимание к тому подвигу, который совершило все население, которые пережили блокаду. В состав этого хлеба, я когда готовилась к интервью, читала, что входили порой и березовые ветви, и сосновая кора. Это действительно так? И в каком виде это все могло входить туда? В самые тяжелые периоды, конечно, пробовали использовать разное даже и не пищевое сырье. Это вот сосновая кора и ветви березы, и даже гидроцеллюлозу пытались использовать. Но небольшое количество, там не более 5%. И, конечно, это все было в размолотом виде. Вот Кировская мельница, которая тогда тоже работала, ей вот перед ней стояла задача и вот это вот непищевое сырье тоже смолоть и превратить в муку, чтобы в виде, ну, такой вот добавок использовать для приготовления хлеба. Потом уже, когда был самый тяжелый период блокады, это где-то с 20 октября по 25 декабря 1941 года. После этого уже была, Ладога встала и была открыта дорога жизни, уже подвозилось какое-то сырье. Ну, а потом уже, когда весна, уже были травы различные, то есть какие-то растения тоже использовались. То есть семена дикорастущих трав тоже использовались в составе блокадного хлеба. Это позволяло повысить пищевую ценность хлеба, обогатить его какими-то биологически активными веществами. И сегодня вот мы, когда разрабатываем рецептуры, тоже добавляем такие нетрадиционные ингредиенты, которые как раз позволяют создать новые виды хлеба специализированного, обогащенного, функционального. А, например, какие необычные добавки есть? Вот, допустим, микрокристаллическая целлюлоза, да, так называемая, это тоже обогащает пищевыми волокнами, если так бы использовалась гидроцеллюлоза. То есть вот в качестве тоже пищевой добавки. То есть хлеб в блокадное время, он не был, как сказать, бесполезным, он всё равно был питательным, и люди на нём и держались. Можно сказать, они на одном хлебе-то и жили фактически. Это был основной доступный продукт питания, который поддерживал жизнь в осаждённом Ленинграде. И вот наши, как раз наши учёные ещё разрабатывали способы увеличения выхода хлеба. Выход хлеба – это количество хлеба, полученное из 100 килограммов муки. И вот используя заварка, есть такой полуфабрикат, да, хлебпекарного производства, заварка, когда часть муки вносится в виде заварки, заваривается горячей водой, а и вот использование заварки, до этого заварку не использовали при приготовлении ржаного хлеба. И как раз вот в блокадном Ленинграде было разработано это технологическое такое решение. И увеличение влажности теста позволило увеличить выход хлеба на 2 килограмма. Кстати, читала, что из-за этой влажности отменили ГОСТ. Ну, ГОСТ содержит требования к влажности готовых изделий и ограничивают, да, ограничивают влажность. То есть влажность должна быть не более. И, конечно, в блокадном хлебе этим показателем пренебрегли. То есть хлеб более влажный был. Но вот я хотела сказать о том, что выход хлеба повысился на 2 килограмма. То есть из 100 килограммов муки можно было получить хлеба на 2 килограмма больше за счёт использования вот этой заварки и за счёт увеличения влажности. А 2 килограмма – это 16 жизней. То есть в одном килограмме содержалось 8 кусочков хлеба по 125 грамм. И, соответственно, 2 килограмма – это 16 кусочков, дополнительных кусочков хлеба. И это, ну вот, в общем-то, дополнительные 16 жизней сохранённых. Там были мельницы, на которых работали люди, которые тоже обслуживали всё это дело. А сейчас какие-то из этих мельниц функционируют? Ну вот как раз мельница Кирова – это старейшее предприятие Санкт-Петербурга, которое как раз и работало в годы блокады. Ещё тоже хотела спросить о таких передвижных пекарнях, флотских пекарнях. Расскажите подробнее о том, что это такое-то, насколько я поняла, тоже какие-то уникальные такие вещи. Ну, вот на момент начала войны и войну наш институт не прекращал проводить исследования. Вот мы сейчас даже разбираем отчёты, отчёты, которые были подготовлены учёными института в годы войны. И их объём, объём исследований, он поражает. То есть как продолжалась разработка и технологий, и разработка оборудования. Тогда всё оборудование разрабатывалось для хлебопечения, оборудование разрабатывалось в нашем институте. Это было большое конструкторское бюро, очень много было механиков-конструкторов, которые создавали новые виды техники. Вообще наш институт был создан в 1932 году для преобразования кустарного хлебопечения в индустриальное. И вот эта задача, которая была поставлена государством перед институтом, она была успешно решена. Была создана одна из мощнейших хлебопекарных отраслей мира. То есть она достаточно такая была развитая, индустриально развитая отрасль. И вот как раз в годы войны была разработка печи FTL-2, о значимости которой можно судить о том, что за неё наши учёные Лафров и Краснопевцев получили сталинскую премию. Есть такая история, что первая сталинская премия была дана за танк Т-34, а вторая за печь FTL-2. То есть невозможно недооценить значимость вот этой вот печи для выпечки хлеба, для сушки сухарей. То есть это такая очень значимая разработка. И тоже в этом есть, мы считаем, что в победе есть вклад и нашего института, и вообще хлебопекарной отрасли. Потому что это был основной продукт не только в блокадном Ленинграде, а это был основной продукт питания, в общем-то, на всей территории Советского Союза. Марина Николаевна, вот Вы говорили сейчас об оборудовании, и действительно тогда создавалось оборудование нашими силами. А сегодня, насколько я знаю, при приготовлении хлеба используется 80% зарубежного оборудования. Это действительно так? Ну, нельзя сказать, что 80%. Конечно, есть разные предприятия. Есть предприятия, очень такие развивающие, те, которые активно развиваются, которые помимо хлеба производят еще мучные кондитерские изделия, у которых есть финансовая возможность вкладывать в оборудование, покупать импортное оборудование. Но есть и предприятия, которые оснащены в основном на 80% отечественным оборудованием. То есть у нас есть отечественные машиностроительные предприятия, которые производят оборудование для хлебопекарной отрасли. Их не очень много, им тяжело, они выживают не благодаря, а вопреки. Но сегодня государство повернулось в их сторону, и разработана, в общем-то, программа развития пищевого машиностроения. Не могу сказать, что она очень эффективно работает, но тем не менее там есть инструменты, которые позволяют поддержать отечественное машиностроение. Вот на базе нашего института мы сформировали современный учебный центр, который оснащен новейшим оборудованием лидеров, европейских лидеров машиностроения. И у нас в планах сформировать такой же центр, оснащенный отечественным оборудованием, чтобы это была площадка для демонстрации и для апробации отечественного оборудования. Так как институт находится в Москве, это удобная точка для привлечения специалистов, вот именно для демонстрации. Мы подготовили письмо в Министерство промышленности и торговли с предложением сформировать такой центр, потому что институт один не в состоянии такую работу провести. У нас есть производственные площади, у нас есть малоинновационное предприятие, которое производит сегодня хлебобулочные изделия и кормит часть населения, в общем-то, хлебом. И с участием вот этого малоинновационного предприятия, с участием, может быть, других министерств и ведомств можно сформировать такой центр именно отечественного оборудования. Министерство промышленности и торговли разослало наше письмо машиностроительным предприятиям. Есть отклик, есть желающие поучаствовать в формировании такого центра. Я думаю, что в перспективе это будет способствовать все-таки какому-то импортозамещению, реальному импортозамещению. Потому что сегодня почему хлебопекарные предприятия, те, которые могут позволить себе купить импортное оборудование, почему они не отдают предпочтение отечественным? Потому что есть проблемы с качеством, есть нарекания по качеству, по какому-то эксплуатационным характеристикам. То есть на сегодняшний день, конечно, более надежное оборудование импортное, к сожалению. А как пандемия COVID-19 повлияла на приготовление хлеба, на продажу хлеба в нашей стране? Вы знаете, пандемия непосредственно коснулась, наверное, всех отраслей и всех людей, которые населяют вообще всю землю, не только Российскую Федерацию. Хлеб как основной продукт, его потребляют все, повсеместно, в течение всей жизни, независимо от возраста и социального положения. Хотя, конечно, отношения в последние годы к хлебу меняются. И в пандемию несколько выросли продажи хлебобулочных изделий как основного продукта. Но такого вот прям существенного, по данным Росстата, как бы существенного роста не наблюдалось. Выросли, вот такие появились новые тренды, это выросло домашнее хлебопечение из-за того, что многие люди оказались в изоляции. И в 300 раз выросла продажа хлебопечек, в 300 раз. То есть вот это бум какой-то был домашнего хлебопечения. Это в первые месяцы пандемии, когда максимальное число населения оставалось дома. Выросла продажа хлебопечек, это данные торговли. И выросла продажа смесей для хлебопечения. То есть можно хлеб испечь просто из муки с добавлением дрожжей, соли, сахара или каких-то молочных продуктов в домашних условиях. А можно просто купить готовую смесь и, соответственно, упростить этот процесс приготовления хлеба. Вы относитесь к этим, кстати, готовым смесям. Они вреднее, чем если бы ты вот сам традиционно пёк хлеб. Из чего их делают в основном? Ну, вы знаете, вот я всегда против крайностей. Вообще у них есть преимущества. То есть ты покупаешь смесь, в которой уже всё добавлено. Ну, может быть, какой-то ингредиент, там дрожжи прессованные, например, нужно внести отдельно. Ты засыпаешь, добавляешь там молоко или воду. Ну, вообще хлеб, если говорить о рецептуре хлеба, то это мука, соль, вода и дрожжи. То есть рецептура хлеба, вот именно хлеба классического, она предельно проста. Она как бы тысячелетиями, в общем-то, сохранялась. Это уже с течением времени. Там мы добавляли что-то одно, другое, там для улучшения вкуса, аромата, для создания каких-то новых видов хлеба, для расширения ассортимента. Поэтому, если говорить о хлебе, то там ничего такого, чтобы нужно было покупать смесь, ничего такого нет. Но есть определенные предпочтения вкусовые. Например, кто-то любит хлеб бородинский, да, там какие-то пряности вносятся, различные виды муки. То есть хлеб бородинский, он готовится из ржаной обойной муки и из пшеничной муки второго сорта. И смесь муки с добавлением пряностей. И тут уже готовая смесь, которая позволяет приготовить хлеб бородинский в домашних условиях. Хотя, конечно, бородинский хлеб – это один из самых сложных видов хлеба. Почему? Ну, потому что он заварной, он такой многорецептурный. Туда еще сахар входит и патока. И приготовить его вот по классической технологии в домашних условиях очень сложно. И даже в условиях не все пекарни могут обеспечить вот такое вот классическое приготовление бородинского хлеба. Потому что должна была бы приготовлена заварка, да, то есть которая должна там осахариваться в течение определенного времени. И хлеб, этот хлеб готовится на закваске очень длительно. И вот крупные индустриальные предприятия, они, конечно, вкладывают значительные средства, чтобы обеспечить классическую технологию. Вообще там до, по-моему, 1931 года было множество рецептур и способов приготовления бородинского хлеба. Но была как раз поставлена задача унифицировать, чтобы он был бородинский, был по вкусу. Ну, во всяком случае, может быть, не одинаковый, но близкий. Единый стандарт. Единый стандарт. И вот тогда тоже был разработан стандарт на бородинский хлеб, который долгие годы не менялся. И он сейчас, несмотря на то, что некоторые потребители говорят, что вот, все уже переработано, все в стандартах поменяли. Но это не соответствует действительности. Наш институт традиционно занимается разработкой стандарта. Более того, на базе института действует технический комитет 003. Это хлебобулочные и макаронные изделия. И я являюсь председателем этого технического комитета. И вот задача и института, и, в принципе, и членов технического комитета все-таки сохранить традиционные виды хлеба без изменений. У нас жаркие споры бывают, но мы говорим, ну разработайте какое-то другое изделие, назовите его по-другому. Но не трогайте то, что, в общем-то, десятилетиями вырабатывалось и к чему уже население, значительная часть населения привыкла. К бородинскому хлебу, к дарницкому, к батону нарезному, хотя пищевая ценность его ниже, чем ржаных видов. Но, тем не менее, он тоже источник и белка, и витаминов, и пищевых волокон. Вот это расхожее мнение. Сейчас очень много мифов. Очень много мифов. Потому что, ну и, может быть, уровень образования упал, потому что у молодежи нет базовых знаний. Вот базовых знаний о пищевых веществах, о составе продуктов. И поэтому вот эти мифы, они легко приживаются у населения. Вот этот безумный миф о вреде дрожжей, например. Да, дрожжевой хлеб, кстати. Дрожжи – это микроорганизмы, это живые клетки, которые погибают при температуре около 50-60 градусов. Всё, дрожжевая микрофлора отмирает. Вообще любая микрофлора, она отмирает в хлебе. Можно сказать, что весь хлеб бездрожжевой, нет живых клеток в хлебе. Мы неоднократно в институте проводили исследования и делали посевы. То есть хлеб, выпеченный хлеб, свежий или там остывший, мы помещали в среду. Благоприятную для развития дрожжей. Но не растут, не вырастают там дрожжевые клетки, потому что их живых нет. Они погибают в процессе выпечки. То есть это элементарные знания должны быть о микроорганизмах. Это белок. Белок, как яичница, при 70 градусах сворачивается. Мы жарим яичницу, белок сворачивается. И в живых клетках там тоже есть белковые структуры, которые просто происходят динатурацией белковых веществ. И, конечно, никаких живых дрожжей или молочнокислых бактерий в готовом хлебе нет. И ничего там бродить в организме или в желудке, более того, не может. И какой-то вред наносить, онкологические заболевания вызывать, конечно, не может. Плюс вот ещё очень такой распространённый миф о клейковине, что клейковина, глютен – это вред. Клейковина приклеивается к стенкам желудка. Мне даже, честно, мой лорд такое говорила, что приклеивается. Понимаете, клейковина, глютен – это, если переводить, что это клей, и клейковина – есть такой компонент. Для того, чтобы определить содержание клейковины, вообще, содержание клейковины – это один из основных показателей качества пшеничной муки. Глютен – это главный белок муки, состоит из глиодина и глютенина. И именно благодаря клейковине хлеб из пшеничной муки, он имеет такие физические свойства. То есть, он такой объёмный, упругий, способный восстанавливать свою форму. То есть, формируется такой мякиш развитый. Но это белок. И при выпечке он тоже сворачивается. И превратить мякиш в какую-то опять клейковину – это просто невозможно. Это, ну, вопреки здравому смыслу и физическим процессам. То есть, ничего там на стенке желудка не налипает? Просто это невозможно. Это невозможно. Хлеб – это один из действительно, вернее, может быть, один продукт, удивительный продукт, который никогда не приедается. И благодаря вот этой пористой структуре хлеба усваивается как сам хлеб, так и продукты, потребляемые с ним. То есть, мы побережевывая, смешивая какие-то продукты с хлебом. Это вот такое взаимодействие, оно способствует, повышает усвояемость любой пищи, которую мы потребляем с хлебом. Плюс хлеб – это, конечно же, источник. В первую очередь, углеводов. Хотя сейчас боятся эти какие-то модные безуглеводные диеты, которые не имеют никакого научного обоснования. Но, тем не менее, без углеводов мы просто думать не сможем. То есть, это источник углеводов, который дает нам энергию. Потому что мы, чтобы мы жили, что-то делали, нам необходима энергия. И хлеб – это источник энергии. Хлеб – это источник белка. Как бы мы ни хотели, это основной источник белка. У нас такое население, которое, может быть, не может позволить себе разнообразное питание. Большая часть населения не может себе разнообразное питание, в состав которого входит рыба, мясо в достаточном количестве, овощи, фрукты. И поэтому хлеб остается основным продуктом и основным источником и белка, и витаминов группы В, ПП, железа, калия, магния, то есть пищевых волокон. Наполовину хлебобулочные изделия покрывают, наполовину суточную потребность в пищевых волокон, на треть в белке. То есть это важный компонент пищи. Без хлеба рациональное здоровое питание невозможно. Это основа здорового питания. И классические диетологи, они говорят об этом. А вот псевдодиетологи, которые неизвестно, кто их учил, где они учились, они, конечно, рассказывают о том, что хлеб нужно исключить. Ни одна лечебная диета, даже самая строгая по калорийности, она не исключает потребление хлеба. Да, ограничивается его количество. Но если посмотреть эти диеты, вот я буквально недавно разбиралась, там очень значительное количество хлеба, который мы сегодня не потребляем. То есть диета с ограничением калорий содержит, по-моему, 200 грамм хлеба в день. То есть значительное количество хлеба. Ограничение есть только при необходимости щадящей диеты, ограничение по потреблению ржаного хлеба, потому что у него высокая кислотность, или для людей с повышенной кислотностью желудка. Да, тоже есть ограничение именно по потреблению ржаного хлеба. Но ни одна диета не исключает хлеб в рационе. Ни одна диета. И поэтому вот эти рекомендации, которые раздаются сегодня, там не знаю, из модных журналов глянцевых, о необходимости исключения хлеба, они не имеют никакой основы. Марина Николаевна, да, действительно, мы знаем, что хлеб это очень питательный продукт, но на самом деле многие сейчас хлеб пытаются заменить хлебцами. И настолько ли питательны хлебцы, как мы о них думаем? И вообще полезны ли они? Вы знаете, вот еще раз призываю всех к какому-то разумному подходу, потому что ничего плохого в хлебцах нет. Это продукт, в отличие от хлеба, который хранится очень хорошо, долго, длительно. Если вы едете в какую-то поездку, или в поход, или просто в дорогу, или просто человек, допустим, с сахарным диабетом, которому необходимо поддерживать постоянный уровень глюкозы в организме. То есть им, знаете, да, что голодать диабетчикам нельзя, да, они должны постоянно что-то скушать, чтобы уровень глюкозы был постоянен в организме. То есть для таких людей, или для людей в путешествии, или просто вот на работе, да, удобно в употреблении, в дороге удобно употребление хлебцы. Но при этом хлебцы бывают разные. Они бывают, ну вот, собственно, по рецептуре могут не отличаться вообще от того же ржаного хлеба, и могут быть из цельнозерновой муки с большим количеством там пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. А могут быть высокорецептурные хлебцы, там, из муки высшего сорта, с добавлением сахара, может быть, с добавлением каких-то еще ингредиентов. И если говорить о калорийности хлеба и хлебцев, то калорийность хлебцев, она гораздо выше. Потому что низкая влажность, то есть концентрация пищевых веществ, она гораздо выше. И вот калорийность хлеба, она где-то, ну вот, 260 в среднем, да, калорийность хлеба, просто хлеба. А калорийность хлебцев больше, более 300 килокалорий. Это мы говорим в скольких граммах? Это мы говорим, калорийность считается про 100 грамм. Говорится о 100 граммах хлеба. Но если говорить, сколько можно съесть хлебцев и хлеба, то тоже, потому что это разные вещи. Хлеб из-за того, что структура пористая, и он как бы быстрее насыщение хлебом будет по сравнению с хлебцами. А хлебцы из-за того, что они легкие, хрустящие, вы две пачки можете съесть и не заметить. А хлеба вы столько не съедите просто. Поэтому вот этот спорный вопрос о том, что полезнее. Если говорить о пользе, конечно, концентрация пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ в хлебцах концентрации будет больше. Потому что меньше влажность, поэтому больше вот этих пищевых веществ, чем в обычном хлебе. Но если говорить о калорийности, то калорийность при этом гораздо тоже выше. И, конечно, при выборе хлебцев нужно обращать внимание на состав. Вообще сейчас тенденция такая и у потребителей тоже к простой и ясной маркировке. Чем меньше компонентов в рецептуре, тем, соответственно, ну как бы чище, что ли, и понятнее продукт. Вот мы буквально вчера проводили конкурс куличей, и, конечно, очень, ну, некоторая маркировка, ингредиентный состав, он просто поражал количеством ингредиентов. Просто поражал избыточное количество ингредиентов, каких-то пищевых добавок. Ну, понятно, что это, ну, веяние там времени сейчас в сети, они диктуют условия. Чем больше срок годности, тем больше преимуществ на полке. Это удобнее, да, то есть дольше хранится, некоторые куличи хранятся несколько месяцев. Но я бы вот ни сама, ни своим близким такие куличи бы не покупала. Это продукт праздничный, это символ вообще главного христианского праздника. И мне кажется, что вот этот продукт, он должен быть очень достойный по своему составу, по качеству. И было печально, вот вчера, конечно, очень многие изделия, они, ну, не соответствовали вот таким, ну, традиционным, что ли, требованиям, которые куличам предъявляются. Ну, и вообще, мне кажется, это касается всех пищевых продуктов. Чем проще маркировка, этикетка, да, чем понятнее состав, тем он, ну, в общем-то, ближе к природе.